Всем привет! Новое видео на канале GadgetMoney. Сегодня мы поговорим об аккумуляторе на Samsung Galaxy S10e. Давайте начинать! Поехали! В общем и целом начинают поступать вопросы, сколько держит телефон, греется, не греется, и вообще на что рассчитывать, покупая данный смартфон в качестве полноценного девайса, чтобы использовать его в течение дня, двух, или как у вас это получится. В общем и целом, при первоначальной настройке, до того, как я получил патч обновления, который весил порядка 300 мегабайт, ситуация была следующая. От 3,5 до 4,5 часов экрана я выжимал с этого устройства. Подтвердились все слухи о том, что АКБ это не совсем сильное место данного смартфона. Многие говорят, да на моем Xiaomi все это в разы больше, и я вытаскиваю 8-9 часов экрана. Эта ситуация не про это. Но после того, как я получил патч, ну и как все владельцы Samsung Galaxy S10e, он содержит в себе новые улучшения, там же опять же файлы безопасности, и мне кажется, что поработали разработчики, в частности, из АКБ, то есть со временем использования смартфона от аккумулятора, от одного заряда. В целом, вы, наверное, видите сейчас на экране у себя скриншоты разных версий, сколько держат в среднем часов, сколько работает экран в течение дня. Это колеблется от 5,5 до 7,5 часов в зависимости от загруженности. То есть, опять же, если ты просматриваешь YouTube, у тебя одни цифры, если ты часто созваниваешься, у тебя другие цифры. В общем и целом, то есть, если это было 3,5-4,5, ну такое себе, да, то сейчас это стало от 5 часов до 6,5 часов в зависимости от режима использования. Я нагружаю смартфон полностью, то есть прям козырек. Всегда включен Wi-Fi, Bluetooth, передача данных через 4G. Дома это Wi-Fi. Выходя на улицу, я пользуюсь сотовыми данными. И я в игры не играю, то есть это определенно, я не скажу вам и не подскажу, как это происходит в историях игр. Но в определенных ресурсоемких приложениях телефон имеет свойство нагреваться. Использую я его в чехле. Даже через чехол чуть-чуть это все дело ощущается. По моим параметрам это 42-45 градусов. Но сказать, чтобы противно держать в руках, нет, не скажу. Но опять же, без чехла я не использовал. Может быть там, ну я не верю в то, что там такой нагрев, что прям вау-вау-вау. И, кстати, если вы испытываете какие-то сложности, и у вас действительно чересчур сильный нагрев устройства, и аккумулятор садится прямо, ну тает на ваших глазах, то мой совет, обращайтесь в сервис и непосредственно в магазин, где приобретали это подозрение на гарантийный случай. То есть вы имеете на это полное право. И если что, просто прям идите в магазин и говорите, вот такая-такая ситуация. То есть если даже не прошло 14 дней, вы можете, в принципе, обменять на аналогичное устройство или вернуть деньги. Но опять же, все это, скорее всего, через какую-то диагностику, потому что технически сложный товар, вы должны это понимать. Но будьте готовы к тому, что в больших магазинах, как правило, тянут до 45 суток. И, ну, тем самым, как бы, иногда даже отказывают гарантии, но есть официальная авторизация, и Samsung тоже имеет место быть в этом плане. Поэтому имейте это в виду. Поэтому я считаю, что для такой маленькой батарейки, которая здесь установлена, это более-менее нормальные результаты. Но, опять же, он очень быстро набирает зарядку. В течение получаса вы его держите. Он заряжается от 60 до 80 процентов, в зависимости от того, какое зарядное устройство вы используете. Есть функция быстрой беспроводной зарядки. Опять же, должен соответствовать сам беспроводная зарядка, должна соответствовать этим параметрам. И плюс блок, куда воткнута эта беспроводная зарядка, тоже должна отдавать быстрый ток. Соответственно, я делаю выводы, что никаких проблем в плане функционала нагрев и сколько держит аккумулятор от одного заряда, никаких проблем вы не будете испытывать. Точнее, вы не должны испытывать, потому что уже пишут комментарии под моими видео о том, что сильно греется и слабо расходует. Но, опять же, если вы играете в современные 3D-игры PUBG Mobile и Call of Duty последнее, может быть, у вас все это дело происходит, и происходит какой-то естественный чрезмерный нагрев. Мне кажется, что тут этого не должно быть, потому что надо понимать, что смартфон – это, в первую очередь, смартфон. Если вы хотите себе игровое решение, то, скорее всего, это выбор не про вас. Ну, поиграть на этом смартфоне можно, безусловно, даже с самой последней тайтлой. Как-то так происходит история по аккумулятору. То есть мне 5 часов экрана более чем достаточно. Я привык примерно к таким сценариям, используя iPhone. То есть 5-5,5 часов – это очень-очень хорошо. Да, на последних iPhone, на XR, на 11, которые я еще не использовал, говорят, что это еще лучше и лучше показатели. В общем и целом, такие дела касаемо аккумулятора и нагрева на Galaxy S10 на момент ноября 2019 года. Вам большое спасибо, что посмотрели данное видео до конца. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, в зависимости от того, понравилось или не понравилось данное видео. Пишите в комментариях Дональд Даг, тем самым я пойму, что вы досмотрели до этого момента. Ну и совсем скоро увидимся. У меня есть, что вам рассказать. Очень много интересного. Всего доброго. Пока-пока.